Мы читаем Зор Лаам, Зор Народу, глава Ваишлах, первый пункт. Первый пункт. Ибо ангелам своим велит охранять тебя. Как только человек приходит в мир, с ним вместе приходит злое начало, и всегда его обвиняют. Как сказано, у входа лежит грех. Лежит грех – это злое начало. У входа – у входа в чрево, то есть сразу с рождением человека. И так на каждой ступени, в каждом состоянии. Нет такого, что рождаются, потом живут. Каждое состояние включает в себя все состояния. И поэтому в тот момент, когда человек осознаёт себя, что он пробуждается, у него есть новое ощущение, он должен позаботиться о том, что, хотя дают ему новое состояние, новую жизнь, но продвигаться он может только через то, что исправит себя. И поэтому как раз злое начало, которое ждёт его у входа, он приглашается, готов дать человеку тот материал, с которым, если он исправит его, то он будет продвигаться, иначе он вообще не выйдет из входа в чрево, в новое состояние, потому что кроме рождения и всё остальное, это уже через исправление этого злого начала. Да? Второй пункт. Давид назвал злое начало названием грех. Как сказано, грех мой постоянно предо мной, потому что каждый день подталкивает человека грешить перед Творцом. И это злое начало не отстаёт от человека со дня его рождения никогда. А доброе начало является человеку в день, когда он приходит очиститься. Понятно, да? Откуда приходит доброе начало? Доброе начало не приходит. Доброе начало – это то, что человек делает из злого начала. Есть только злое начало, и есть свет, возвращающий к источнику. И человек, благодаря свету, возвращающему к источнику, делает из злого начала хорошее начало, доброе начало. Третье. Если есть вопросы, вы можете спрашивать. Я свободен в зоре, или так, или так. Проходите. Когда же человек приходит очиститься, когда он достигает 13 лет? Тогда человек соединяется с двумя началами. Доброе – справа, и злое начало – слева. Оба они, буквально, его ангелы-хранители, и они всегда находятся с человеком. То есть он, прежде всего, строит для себя доброе начало. А потом из двух, из обоих, из доброго начала, из злого начала, началь делает исправление радиоотдачи, а потом идет на получение радиоотдачи с 13 лет и дальше. То есть что все работает с одним желанием. Нет двух желаний. Нет злого начала, плохого желания, и против него хорошего желания. То желание только хорошее. Нет такого. Творится за одно желание. А мы все время работаем над этим желанием, светом, возвращающим к источнику. Ясно? Четвертый пункт. Человек приходит очиститься, его злое начало повинуется ему, и тогда правая сторона властвует над левой, и оба они, доброе и злое начало, объединяются, чтобы уберечь человека на любом пути, по которому он идет. Ибо, как сказано, ибо ангелам велит охранять тебя на всех путях твоих. Что в любом месте, в любом желании человек может делать действия или хорошие, или плохие, или по получению, или по отдаче. В любом состоянии, то есть в любом желании, которое есть перед ним. Пятый пункт. Творец послал с Яковом станы ангелов-хранителей, поскольку пришел завершенным вместе с высшими коленами, которые были завершенными как должно. Как сказано, и Яков пошел путем своим, и встретили его ангелы Божии. А затем, когда он спасся от Лавана и отделился от него, то соединилась с ним шхина, и станы святых ангелов пребывали вокруг него. И от этих ангелов он послал к Исаву. Как сказано, и послал Яков ангелов. Именно ангелами, конечно, они и были. Шестой пункт. Стоит станом ангел Творца вокруг боящихся. Его и спасает их. И сказано, ибо ангелам велит охранять тебя. Многим ангелам. Ангелам велит, ангелам, как обычно. И ангел Творца вокруг, шхина. Как сказано, и явился ему ангел Творца в пламени огня среди куста терновника. И потому стоит станом ангел Творца вокруг боящихся его окружая их со всех сторон, чтобы спасти их. И когда шхина находится внутри человека, то там оказываются и все святые воинства. Седьмой. В час, когда царь Давид спасся от Ахиша царя Гата, сказано, стоит станом ангел Творца, потому что шхина окутала его, и он спасся от Ахиша и от народа его, и от всех атаковавших его. Сказано, и притворился пред ними безумным, обезумел у них в руках, надо было сказать. Восьмое. Мы должны найти внутри себя, где все эти свойства. Царь Давид, царь Гата, шхина, ангелы, двенадцать колен, яков, працы, все это внутри себя. Что значит внутри себя, внутри желания? Нет, кроме желания ничего. Все эти свойства внутри желания человека, кроме желания Творца, кроме желания Творец не создал ничего, в этом желании действует свет, и в этом желании свет несет разные формы, понятия. И человек должен между этими понятиями, представлениями, которые Творец лепит, как сказать, отпечатывают в его материи внутри желания. Человек должен между всеми этими формами материи и желания он должен учиться, какие формы хорошие, какие формы плохие, к чему отнести себя, с чем бороться, за что, против чего и так далее. кто такой человек, какая-то точка, которой нет внутри желания, выше желания. И он в конце концов должен обнаружить разные формы внутри его общего желания, для того, чтобы принести это общее желание, сделать его подобным Творцу совершенно. то, о чем мы говорим здесь, ощущение, понятие, действие, состояние, движение разного рода, которое происходит, имена, но все это только внутри желания. Как можно более простые формы желания, свойства. Это то, что мы представляем себе. Ничего кроме этого. Да? Вы сейчас сказали попробовать найти, постараться найти себя царя Гата. Что это значит? Я не знаю, просто так. Внутри меня есть такое свойство, которое называется царь Гата. Я не знаю, это плохо, хорошо, относительно царя Давида воюет с ним, делал с ним, соединился, может быть, не знаю, союз, может быть, делал с ним, я не знаю. Есть такое свойство, как Давид, я знаю, что это, нет. Шхена, я знаю, что это. Я могу описать это, это большое, это маленькое, это часть, это так, но в конечном счете искать эти свойства. Я, в общем, желание, передо мной, допустим, есть или внутри меня большое желание, я в нем хочу найти все эти части. Восьмой пункт. Но это указывает на то, что сказано, ибо позавидовал я безумствующим. Сказал ему, творец, в самом деле ты все еще нуждаешься в этом? Поскольку пришел в дом Ахиши и атаковали его, сказано, и притворился пред ними безумным. И тогда явилась Шхена и пребывала вокруг Давида. Девятое. И Давид, и творец, и Шхена, и творец говорит, с ним, так, это все, я сейчас нахожусь, я сейчас представляю в себе такие состояния. Нет, Давида. Кто открыл такую вещь, как Давид? Кто открыл-то? Каббалисты, которые вошли в эту внутреннюю свою картину, раскрывая, когда они раскрывают эту реальность через входя вовнутрь, они раскрывают, что есть такие свойства? Все эти названия, они ведь включают Творца. все это происходит внутри, и об этом пишут. Девятый пункт. Но ведь Шхена пребывает только в своих владениях, твой и в храм, и в храме, храме, и в храме, и в гаде, находящемся за пределами страны. И ответ, конечно, не пребывает за пределами страны, чтобы не могли питаться ее изобилием. Но для того, чтобы спасти, она пребывает и за пределами страны. И здесь, когда Яков идет из дома Лавана, все станы святости вокруг него, и он не остается в одиночку. 10. Если так, то почему сказано, и остался Яков один? А где же были все эти станы ангелов, которые окружали его и шли вместе с ним? Случилось же это потому, что он подверг себя опасности, оставшись один ночью. Хотя явно видел эту опасность. Но поскольку они пришли охранять его лишь от невидимой глазу опасности, покинули его. И тогда, прежде чем подверг себя опасности, сказал, «Мал Я против всех милостей и всей истины, которую Ты проявил к рабу Своему, которую — это те станы святых ангелов, которые окружали его, а сейчас отделились от него, ибо подверг себя очевидной опасности». Покинули его ангелы, чтобы оставить одного с хранителем Исава, который по высшему позволению явился к нему. А эти ангелы двинулись, чтобы вознести песнь, ведь в этот час настало их время вознести песнь пред Творцом. По двум причинам покинули его ангелы. Первое — оставить его наедине с ангелом, чтобы боролся с ним. Второе — пришло их время вознести песнь, и затем вернулись к нему. И это, как сказано, «Мал Я против всех милостей». А теперь есть у Меня два стана. Шхина и весь дом его — это был один стан. Как сказано, это стан Творца. Почему же сказано два стана? Показать, что был совершенен во всех отношениях со стороны двух частей — белой и красной, то есть хасадим и хохма, справа и слева. Когда Баля Сулам немножко добавляет от себя хасадим, хохма, уже появляется какая-то возможность как-то больше удержаться за это, кроме языка зоора, вдобавок. Двенадцатый пункт. В ту ночь властвовала сторона Эсава, то есть левая сторона, без правой. И в тот час сказано, «Да будут светила». Отсутствует буква «Вав». И это в четвертую ночь, когда невозможно свечение из-за отсутствия хасадим. И поэтому и остался Яков один. Яков, он же Солнце, Зранпен, остался один, без нуквы, потому что луна, нуква, укрылась от Солнца. И, кроме того, защита со стороны Творца не была снята с Якова полностью, ведь в таком случае он ничего не сумел бы. И, как сказано, он увидел, что не может одолеть его. Тринадцатый. Почему не может одолеть его? Посмотрел ангел направо от Якова и увидел Авраама, который является собой совершенство правой линии. Посмотрел налево от Якова и увидел Ицхака, который является собой совершенство левой линии. посмотрел на гуф тела Якова и увидел, что оно содержит в себе как правую сторону, так и левую. И это совершенство средней линии. А у нечистых сил нет опоры в том месте, где есть совершенство, но лишь в том месте, где есть недостаток. И поэтому не мог ангел отдалить его. И тогда коснулся его бедренного сустава, являющейся опорой сопряженного с туловищем и находящегося вне туловища. То есть там является, есть недостаток, хиссарон, поэтому ухватился за него ангел и вывихнул бедренный сустав Якова. 14. Стоит станом ангел-творца вокруг боящихся его и спасает их. Объял его со всех сторон, чтобы спасти от управителя Исава. И когда шхина находится в нем, сколько воинств и станов ангелов шло вместе с ним. И от этих ангелов он послал к Исаву. 15. Почему захотел Яков послать ангелов к Исаву? Не лучше ли было утаиться от него? 16. Но Яков сказал, «Знаю я, что Исав трепетно почитает отца и не станет гневить его. А также, я знаю, что покуда жив мой отец, не страшен мне Исав. Поэтому именно теперь, пока жив мой отец, я хочу помириться с ним». «И немедленно поторопился Яков послать перед собой ангелов». 16. «Лучше кажущийся себе презренным и рабом, чем тщеславный, но лишенный хлеба». Здесь говорится о злом начале, поскольку оно постоянно обвиняет людей. «И злое начало возносит в гордыне сердца и желания человека. И человек следует ему, украшая кудри и голову свою, пока не вознесется злое начало над ним, увлекая его в ад». 17. «Тот, кто не следует злому началу и нисколько не возносится в гордыне, принижая дух, сердце и желания свои предтворцом, обращается злое начало в его раба, то есть оно не властно над ним». Наоборот, «такой человек властвует над ним, как сказано, но ты будешь господствовать над ним». 18 пункт. «Чем тщеславный, то есть присполненный почтением к себе, украшающий кудри свои и возносящийся духом. Именно он, лишенный хлеба, лишенный веры, о котором сказано, хлеб Богу своему приносит, он в жертву, хлеб Творцу своему они жертвуют. «Послал ангелов» означает «шхину», и здесь тоже «лишенный хлеба» означает «лишенный веры», а вера — это «шхина». 19 пункт. «Лучший презренный — это Яков, принизивший дух свой пред Эсавом, чтобы затем Эсав стал рабом ему». и властвовать над ним, и осуществиться в нем сказанное, и будут служить тебе народы, и поклоняться тебе племена. Но сейчас вообще еще не пришло время Якова, чтобы властвовать над ним. И в силу того, что Яков поставил его до последующих дней, поэтому теперь презренный. «А в последующие дни тот, кто будет тщеславен, станет его рабом». «Тот, кто был лишенным хлеба» — Эсав, станет рабом тому, кому дано обилие хлеба и вина. Якову. 20 пункт. «И поскольку знал Яков, что нужно теперь, стал презренным в глазах его, и тем самым поступил мудрее и хитрее, чем то, чем когда-либо делал против Эсава. И если бы Эсав почувствовал эту мудрость, он покончил бы с собой, чтобы не дойти до этого. Но Яков проделал все с мудростью». Ну, что вы думаете? «Сердце закрыто, разум прикрыт, есть какое-то понимание, продолжит повторить то, что мы прочли, что недостает, чтобы связаться к тому, о чем Зоор нам объясняет, хочет сказать. Мир. Ты можешь сидеть». Может быть, продолжим то, что Оран говорит, когда мы говорим «Давид» или «Царь Гата» все-таки во внешнем, в объяснении Тора. Что значит «во внешнем»? Тора тоже не говорит о внешнем. Ну, что-то, что представляет Давида. Давид красивый. Если я понимаю смысл, то, может быть, мне даст больше понять то, что здесь, о чем здесь говорится. Ни в коем случае, не дай Бог. Тот, кто обучает, учит, что у Давида красивые глаза, или что он красивый, это говорится о внешнем? Нужно убить такого учителя. Я, может, неправильно объяснился. Давид представляет что-то. Он представляет внутренние какие-то свойства, которыми я могу соединиться. Но я не знаю. Я не знаю, что он представляет. Я не знаю. Я открываю книгу, я ничего не знаю. Мы учили о подходе как ребенок. Я вхожу в мир, который я совершенно не знаю. Кто может объяснить мне, что такое красивые или красивые глаза, если я не знаю, что такое глаза, и вообще не знаю, что такое красивые? Я тебя спрашиваю. Если мне начнут объяснять, что такое глаза, и что такое красивые, они начнут объяснять мне так, как я сейчас это понимаю, то есть через материальное. Я не хочу этого слышать. Я не пришел никакому материальному. Достаточно мне об этом, того, что я уже знаю. Хайм, живу, зарабатываю. Семья, дети. Я не пришел сюда, чтобы слушать о материальном. Я пришел для того, чтобы войти в духовный мир. Закрытый, непонятный мир. Скрытый. Ты начинаешь объяснять мне, что такое красивый, некрасивый? А если объяснишь мне даже, что красивый или некрасивый, это даже отдача, получение, там, не знаю, допустим, что красивый это отдача. А что такое отдача? Я кому-то что-то даю? И в этом проблема. Даже это. То есть мы должны, по сути, войти в состояние, когда почти нечего здесь коснуться. Да? Не за что удержаться. Что же делать? Ничего не делать. Мы находимся сейчас в состоянии, что если мы соединимся в соединении между нами, мы сможем создать такое чувство, которое воспримет то, о чем говорится. У нас, ни у кого из нас нет такого чувства. Нет. И сколько бы мне ни сказали, мне будут просто говорить слова, которые меня запутают. Я не знаю, что делать совершенно. если я хочу здесь что-то понять, мне необходимо чувство, которое называется отдача. И его я могу построить только с помощью связи между товарищами. это единственное, что возможно мне. И тогда, через это чувство, когда стараюсь соединиться, могу или не могу, я могу хоть как-то потребовать, чтобы что-то пришло, чтобы помогло соединить, создать это чувство. И по мере, когда придет эта сила и соединит, я почувствую эту силу внутри этого чувства, и это будет открытый зор. И все? Все толкования, это все ложь? Даже если будут мне рассказывать о десяти сферах, ты не знаю там, о чем. Это все ложь, потому что все я воспринимаю внутри своего материального органа ощущений. постепенно мы начинаем понимать, где мы находимся. Что у нас нет выбора. Ты хочешь почувствовать, у тебя есть только одно решение. В той мере, в которой ты исправляешь разбиение. там находится в мере исправления тот мир, о котором говорит Зор. Там это происходит. Поэтому... Я могу приводить тут много красивых слов, знаешь, философствование это относится туда, но... это, может быть, только запутает нас. Что? Если я попытаюсь соединиться с товарищами, когда я пытаюсь соединиться, я на самом деле пытаюсь выделить этот орган ощущения, в который входит Зор, продвигаться и продвинуться еще один шаг, чуть-чуть. Это помогает как-то? Зор это свечение хохма в свете Хасадим. Это называется Зор. Само слово. Сияние буквально. Которое раскрывается внутри Кли, которое целиком Хасадим. и когда уже ты готов идти в отдачу выше Хасадим. Это Кли мы можем раскрыть, установить только между собой. Это зависит от того, насколько человек во время чтения книги понимает, что у него нет выбора. Он зависит от всех. Они нужны ему, чтобы соединиться, чтобы построить духовное ощущение, к которому он почувствует духовный мир. В этом он уже понимает, что он должен принизить себя по отношению к другим. Они нужны ему, без этого у него нет этого вечного тела, гуф, в котором он ощущает высший мир. Я не знаю, как сказать. Мы читаем, начинаем постепенно понимать, что то, что он говорит, это просто о чем это. Слова он говорит, но слова эти я за ни за одним словом не вижу ничего, не чувствую ничего. и мы начинаем просто нуждаться в материи, на которой я бы почувствовал эти явления, реакции. Это материя, это соединение между нами. можно еще раз прочесть, а можно пойти дальше, мне не важно, что вы думаете. Вернуться вернемся. Пожалуйста. Первый пункт. Ибо ангелом своим велит охранять тебя. То есть еще раз, только внутри материи желание получать, говорит книга. Как только человек приходит в мир, с ним вместе приходит злое начало и всегда его обвиняют. Как сказано, у входа лежит грех. Лежит грех это злое начало у входа, у входа в чрево, то есть сразу с рождением человека. Второй пункт. Давид назвал злое начало названием грех. Как сказано, грех мой постоянно предо мною, потому что каждый день подталкивает человека грешить перед Творцом. И это злое начало не отстает от человека со дня его рождения никогда. А доброе начало является человеку в день, когда он приходит очиститься. Третье. Когда же человек приходит очиститься? Когда он достигает тринадцати лет? Тогда человек соединяется с двумя началами, доброе начало справа, а злое начало слева. И оба они это по-настоящему его ангелы-хранители, и они всегда находятся с человеком. Четвертый. Человек приходит очиститься, его злое начало повинуются ему. И тогда правая сторона властвует над левой, и оба они, доброе и злое начало, объединяются, чтобы уберечь человека на всех его путях, по которым он идет. Как сказано, ибо ангелам велит охранять тебя на всех путях твоих. Пятый пункт. Творец послал с Яковом станы ангелов-хранителей, поскольку пришел примиренным с высшими коленами, которые были все примиренные как следует. как сказано, Яков пошел путем своим и встретили его ангелы Божии. А затем, когда он спасся от плавана и отделился от него, и соединилась с ним шхена, и станы святых ангелов окружили его, и от этих ангелов он послал к Исаву, как сказано, и послал Яков ангелов, именно ангелами, конечно, они были. Шестой. Стоит станом ангел Творца вокруг боящихся его и спасает их. И сказано, ибо ангелам велит охранять тебя, многим ангелам. Ангелам велит, ангелам, как обычно, а ангел Творца вокруг шхена. Как сказано, и явился ему ангел Творца в пламени огня среди куста терновника. И потому стоит станом ангел Творца вокруг боящихся его, окружая их со всех сторон, чтобы спасти их. И когда шхена находится внутри человека, то там оказываются и все святые воинства. Седьмой пункт. в час когда царь Давид спасся от Ахиша царя Гата, сказано, стоит станом ангел Творца, потому что шхена окутала его, и он спасся от Ахиша и от народа его, и от всех тех, кто атаковал его. сказано и притворился пред ними безумным и обезумел у них в руках, надо было сказать. Восьмой но это указывает на то, что сказано ибо позавидовал я безумствующим. Сказал ему Творец в самом деле ты все еще нуждаешься в этом. поскольку пришел в дом Ахиша и атаковали его, сказано и притворился пред ними безумным. И тогда явилась шхена и пребывала вокруг Давида. А если бы я вообще не знал что написано? Какая была бы разница скажите мне? Один понимает больше слова Торы другой меньше третий вообще почти не понимает а четвертый совершенно не понимает есть разница или нет? Объясните мне. Один допустим из Ишиф к нам приехал как Мойша наш допустим что-то понимает а другой из Убрил Зор учит с утра до ночи Атритом Кокнааре вообще ничего не понимает в жизни и еще такие такие там Глизерин там понимает в числах и так далее есть ли какая-то разница вообще в том что мы слышим есть тут какие-то создания которые слышат какие-то вибрации в каком-то своем ощущении и все и они должны что-то сделать с собой для того чтобы эти вибрации вошли в них эти вибрации это не голос не звук и не разум ничего это какое-то воздействие которое мы не знаем как лягушки сидят и все не знаю как сказать но это воздействует как воздействует не знаю что происходит мы не знаем что хотят от нас просто сидеть есть только один совет стараться соединиться и тогда эти вибрации в воздухе звуки не знаю что там это вообще совершенно не то вдруг мы начнем ощущать мы не понимаем насколько духовный мир не имеет никакой связи ни со звуками ни с цветами и ни с чем чем мы сейчас живем поэтому он и говорит нам решение совершенно находится в другом месте продолжим девятый пункт но ведь шхина пребывает только в своих владениях то есть в стране святости почему же шхина пребывала с ним в гате находящемся за пределами страны и ответ конечно не пребывает за пределами страны чтобы не могли питаться ее изобилием но для того чтобы спасти она пребывает и за пределами страны и здесь когда Яков идет из дома Лавана все станы святости вокруг него и он не остается в одиночку 10 если так то почему сказано и остался Яков один а где же были все эти станы ангелов которые окружали его и шли вместе с ним случилось же это потому что он подверг себя опасности оставшись один ночью хотя явно видел эту опасность но поскольку они пришли охранять его лишь от невидимой глазу опасности то покинули его и тогда прежде чем подверг себя опасности сказал одиннадцать покинули покинули его ангелы чтобы оставить одного с хранителем Исава который по высшему позволению явился к нему а эти ангелы двинулись чтобы вознести песни ведь в этот час настало их время вознести песнь пред творцом по двум причинам покинули его ангелы первое оставить его наедине с ангелом чтобы боролся с ним второе пришло их время вознести песню а затем вернулись к нему и это как сказано мал я против всех милостей а теперь есть у меня два стана шхина и весь его дом это был один стан как сказано это стан творца почему уже сказано два стана показать что был совершенен во всех отношениях со стороны двух частей белый и красный то есть хасадим и хухма справа и слева 12 в ту ночь властвовала сторона эсава то есть левая сторона без правой и в этот час сказано да будут светила отсутствует буква вав и это в четвертую ночь когда невозможно свечение из-за отсутствия хасадим поэтому и остался яков один а яков то есть солнце зерампин остался один без нуквы ведь луна нуква укрылась от солнца и кроме того защита со стороны творца не была снята с якова полностью ведь в таком случае он ничего не сумел бы как сказано он увидел что не может одолеть его 13 почему не может одолеть его посмотрел ангел направо от якова и увидел авраама который является собой совершенство правой линии посмотрел налево от якова и увидел ицхака который является собой совершенство левой линии посмотрел на тело якова и увидел что оно содержит в себе как правую сторону так и левую и это совершенство средней линии а у нечистых сил нет опоры в месте совершенства там где существует только хиссарон и поэтому не мог ангел его одолеть и тогда коснулся его бедренного сустава являющегося опорой сопряженного с телом и находящегося вне туловища то есть там есть недостаток поэтому хватился за него ангел и вывихнул бедренный сустав яков 14 пункт стоит станом ангел творца вокруг боящихся его и спасает их объял его со всех сторон чтобы спасти от управителя Исава и когда шхина находится в нем сколько воинств из станов ангелов шло вместе с ним и от этих ангелов он послал к Исаву 15 почему захотел Яков послать ангелов к Исаву не лучше ли было утаиться от него но Яков сказал Знаю Я что Исав трепетно почитает отца и не станет гневить его Я также знаю что покуда жив мой отец не страшен мне Исав поэтому именно теперь пока жив мой отец хочу я примириться с ним и немедленно поторопился Яков послать перед собой ангелов шестнадцатый пункт лучше кажущийся себе презренным и рабом чем тщеславный но лишенный хлеба здесь говорится о злом начале поскольку оно постоянно обвиняет людей и злое начало возносит в гордыне сердца и желания человека и человек следует ему украшая кудри и голову свою пока не вознесется злое начало над ним увлекая его в ад семнадцатый пункт тот кто не следует злому началу и нисколько не возносится в гордыне принижая дух сердца и желания свои перед творцом обращается злое начало в его раба то есть оно не властно над ним наоборот такой человек властвует над ним как сказано но ты будешь господствовать над ним как сказано ты будешь господствовать над ним восемнадцатый пункт чем тщеславный преисполненный почтение к себе украшающий кудри свои и возносящийся духом именно он лишенный хлеба лишенный веры о котором сказано хлеб богу своему приносит он в жертву хлеб творцу своему они жертвуют поскольку ангелов означает шхину а здесь также лишенный хлеба означает лишенный веры а вера это шхина девятнадцать лучше презренный это яков принизивший свой дух перед эсавом чтобы затем эсав стал рабом ему и властвовать над ним и осуществиться в нем сказанное и будут служить тебе народы и поклоняться тебе племена но сейчас вообще еще не пришло время якова чтобы властвовать над ним и в силу того что яков оставил его до последующих дней поэтому теперь презренный а в последующие дни тот кто был тщеславен станет его рабом тот кто был лишенным хлеба эсав станет рабом тому кому дано обилие хлеба и вина то есть якову 20 пункт и поскольку знал яков что нужно теперь стал презренным в глазах его и тем самым поступил мудрее и хитрее чем то когда он когда-либо делал против исава если бы исав почувствовал эту мудрость он бы покончил с собой чтобы не дойти до этого но яков проделал все с мудростью мы учили что когда-то была малхуд шхина исправленная кли со светом который находился в ней абсолютно наполнял все свойства понятия желания были он и имя его едины первое состояние в третьем состоянии к которому мы должны прийти приходит через второе когда во втором состоянии есть порошок как он говорит вскрытие разбиение внутри нашего ощущения где мы находимся и мы должны сами исправить наше восприятие и тогда дается нам разное афханот понимание между частями разбитые больше разбитые меньше находящиеся в сопротивлении столкновении друг с другом наверху внизу в порядке их исправления и выхода но все это находится в связи между душами когда человек собирается исправить связь между душами конечно это с помощью высшего света с помощью творца это связь которую он исправляет об этой связи говорит он что у него есть еще в пути чем он с чем он столкнется кто за кто против какие свойства желания проблемы самые разные свойства это все раскрывается между человеком и другими душами пока он не исправит связь между ними совершенно как та форма которая называется гмартикун окончательное исправление поэтому нельзя нам убегать от этого устремления на соединение и надо понимать что в зоре говорится об этом все говорится только об этом и творец раскрывается только при условии что мы хотим чтобы он исправил эту связь что он сам называется свойство связи между нами отдача и поэтому так мы должны читать взор то есть более направленно на соединение на шхину то что называется тогда та внутренняя сила которая находится там которая называется приди и увидь пусть соединит нам его именно из нас и она называется эта сила собрания израиля выстроить правильно отношение к исправлению в этом вся работа потому что само исправление творец делает я рад что мы начинаем немножко больше чувствовать где разбиение да когда мы учимся вместе есть какая-то атмосфера усилия войти в это это правильное старание правильное усилие или это чисто материально нет кроме того чтобы хотеть объединиться со всеми товарищами в общем желании по отношению к объединению и раскрытию силы отдачи и это и есть творец не добавляй может быть слова творец потому что это вводит в заблуждение сила отдачи мы должны раскрыть между собой взаимную отдачу прежде всего есть в этом еще много понятий которых мы можем ошибаться будем уподоблять себя кибуцникам или чему-то там только желают отдачи или что-то такое но если мы каждый хочет соединиться с другими для того чтобы прийти к общему желанию взаимной отдачи это условие раскрытия общей силы отдачи которая называется творец но что еще я не добавил я не знаю есть может быть так сказать что есть сила отдачи между нами и сила отдачи которая будет находиться между нами чтобы объединить нас в общем это называется творец что хорошо сегодня в состоянии которое сейчас раскрывается что мы начинаем чувствовать взор уже начинает показывать нам что мы не сможем подойти к нему так в виде учебы зубрить а не сможем почувствовать там разные такие понятия якобы духовные а мы начинаем чувствовать что не хватает нам места где мы могли бы раскрыть его самого ощущения чтобы это раскрылось как какая-то основа на которой я увижу это должен быть экран с которым столкнется свет и тогда я увижу картинку и этого экрана нет тут мы видим что мы читаем что-то это как бы уходит в пустое пространство где чтобы остановилось то что я читаю и дало мне какое-то ощущение впечатление что-то и не за что не на чем ему остановиться в этой мере потому что это наше соединение ему нужно здесь он он должен быть здесь как какая-то сеть как новое ощущение это общее да что-то все время так хотел но в нынешнем состоянии я чувствую беспомощность это отличное состояние беспомощность я чувствую я вижу себя что я беспомощный но это прекрасно это сегодня в общем то есть я могу в этот момент услышать то что вы говорите то есть состояние ощущается нечего говорить ничего тут особо добавить но понятно что есть какая-то определенная точка которая останавливается и беспомощность сидит действительно в состоянии что невозможно понять это разумом нет действия которые можно было бы сделать то есть как бы есть момент который все я дошел до туда и натолкнулся на это как вы говорите теперь я смотрю на своего сына скажем который родился месяц два и есть какой-то момент когда он начал как бы реагировать на то что находится снаружи реагировать значит если я сейчас ему сделаю так волос он сдвинется туда что-то что-то происходит до этого я так делал он так не реагировал то есть какое действие допустим в природе происходит у него я вижу что он хочет он выбрасывает ручки процесс которым я могу следить может быть не как моя жена которая все время видит его но иногда я вижу что что-то происходит какой процесс по сути дела в природе происходит что ребенок начинает реагировать что именно происходит может быть это что мы поймем развивается ощущение развивается ощущение мы не понимаем ощущение это это что-то что воспринимают почему оно развивается оно развивается потому что развивается желание почему развивается желание рашемот пробуждается и желание поверх рашемот развивается в духовном. Желание есть. Решемот есть, но тебе нужно дать им толчок, чтобы они развились. И решемот, духовный решемот, они по отношению к соединению с другими. Не по отношению к Творцу. Я хочу... Это тоже материально. Когда я пришел сюда, у меня не было желания. Я начал делать действия здесь, которые дали мне желание. Тогда я смог его схватить со стороны. Это то, что я могу понять и реализовать. Это часть пути. Теперь, ребенок, допустим, не выполняет того, что это... Что-то происходит с ним. Это автоматически происходит. Потому что он находится в той же природе. И мы должны из одной природы развить другую природу. Поэтому у нас это называется усилие. У него это не называется усилие. Что значит объединение у нас? У него... Нет, у него это самостоятельно происходит. У него ощущение развивается самостоятельно. Ты не понимаешь? Тебе нужно развить этот орган ощущения. У него... Он начинает слышать, начинает видеть. Потому что желание за этими отверстиями начинает работать все больше и больше. А у нас нет. Мы должны развить его против... Против нашей нынешней природы. И это происходит только благодаря объединению с другими. Ощущение духовного я строю в объединении с другими. Подумай. Нечего больше говорить с тобой. Да? Во время внутреннего действия, которое я делаю с точки зрения требования. Требовать объединения с другими это как требовать, чтобы свет пришел и исправил меня. Это как бы то же самое внутреннее действие. Я не знаю. Если ты думаешь, что ты один можешь это сделать, то да. Если ты отчаялся от этого, что у тебя нет нежелания, тут потребностей, ничего, эта группа должна помочь, тогда чувствуешь уже, что они большие, потому что ты зависишь от них, ты зависишь от того, как они пробудят тебя. Сейчас мы начинаем немножко больше понимать, может быть, что здесь происходит. Что такое этот свободный выбор. Насколько это зависимость от окружения. Насколько окружение может определить сейчас, я захочу этого или не захочу. Если я не захочу, то я буду сидеть рядом с этими книгами. Ничего не будет происходить в течение всех моих лет, в течение всей моей жизни. Да. Просто это ощущение беспомощности, оно сейчас очень сильно, это тоже ощущение, когда ты понимаешь, что тебе нечего делать. Что из-за этой беспомощности, что же ты все-таки можешь сделать, или если можешь вообще. Только из беспомощности ты работаешь и продвигаешься. Когда ты знаешь, что ты беспомощен, да, тогда ты ищешь дальше, так что делать. Пока человек не видит, что есть ему что еще сделать, он не выдает молитву, крик, крик, или к помощи группы, или к помощи Творца, только лишь, когда он находится, как он говорит, отчаялся в собственных силах. Совершенно. Это прекрасный момент в его жизни. И поэтому я говорю, я рад, что сегодня мы уже, сколько мы, в общем, учим ЗОР? Месяц, может быть. И тоже так, и смотри, уже он начинает работать. это ощущение, ты видишь, они очень такие четкие, резкие, нам нужно только вместе с этим продолжать, и это настоящая книга, она не даст тебе удовлетвориться или чертежами, или какими-нибудь философствованиями, или ничем. Ничем. Здесь ты или будешь чувствовать, то есть у тебя тогда нет ощущения, чтобы чувствовать в нем, или ты не в курсе дела, тебе понятно, что где ты находишься. Да? тут есть хорошее упражнение такое, что зарампин отменяется перед гврой, и тогда она ждет его за углом и нападает на него. Что это за упражнение такое, как можно почувствовать это? Я не знаю, не знаю, что такое зарампин, и хасадим, и гвра, и что такое, ждет его там за углом. Ну, так я это описываю, так я представляю себе, что принижает свой дух перед Исавом Яков. Кто такой Яков? Тиферет. А, то есть Тиферет, то есть мы знаем ее, но так же я не знал. То есть как я могу в такой ситуации преодолеть его? Вначале дай мне понять, кто там, кто перед он находится, какое-то чудище, что не знаю, что это, в каком виде, кто я, кто он. Я Яков? А это Исав? Или может быть наоборот, Я Исав? Нет, эти силы, которые есть, как я могу включиться в него и потом ущипнуть его? Я не знаю, все еще пока не могу найти его. Или если я нахожу, это хорошо? И это тоже, это зависит от того, где ты находишься, на каком уровне выяснения? Постарайся почувствовать это, да? Это у меня Яков, это у меня Исав, это так. Ну, есть такое, есть такое. Да. Во время чтения Зор есть какие-то и физические ощущения, что чувствуют? Физические ощущения при чтении Зор? Мы вообще, когда занимаемся наукой Каббала, у нас происходят разные явления, больше или меньше, во время учебы, и вообще в течение лет этой жизни, да? Да, это происходит. Влияния очень сильные иногда. И человек, кроме того, что чувствует, мы вообще, мы объекты чувствующие, получающие, имеющие разум. И если мы работаем с чем-то, то каждый роман какой-нибудь ты читаешь, ты впечатляешься, ты чувствуешь иное настроение, хорошее, плохое, соответственно, этому, поэтому у тебя есть больше сил, меньше сил, тело может быть больно, здорово. Мы это система, которая находится под влиянием очень многих факторов. ты спрашиваешь, духовные силы действуют на нас во время, когда мы изучаем науку Каббала? Я не хочу говорить о духовных силах, я говорю о материальных силах, я не хочу мистику. Но если я читаю и впечатляюсь от этого, ребенок, маленький ребенок, который что-то читает, какую-то страшную историю, он не впечатляется? Есть такие явления. В основном правильная учеба должна дать человеку больше сил, больше энергии, больше упорства, и вместе с этим иногда соответственно этому бросает его, буквально распластывает на полу. бывают явления. Да? Мы сказали, что надо в зор входить с радостью, в покое, всем вместе. Минуточку, а если мы сегодня обнаруживаем беспомощность ощутить это, и именно это общее наше такое ощущение, я радуюсь дополнительно этому. Ну, один чувствует, может быть, больше так, другой эдак, но есть некое такое осознание, что вдруг не могут слово понять из того, что читают. «Ну, это же хорошо». Я не все. Вы можете сказать, по-моему, здесь есть противоречия сумасшедшие, вообще в подходе к тексту, замечательно. Да, но это же не дает... Да, ты хочешь закрыть и убежать, замечательно, очень хорошо. Буквально тут... Ну, не могу этого даже объяснить, не надо объяснять, ты не умеешь объяснять в себе, конечно же, ничего. Так что, да, это же не в первый раз. Как это все складывается? А что ты хотел все время идти в воодушевлении? Наоборот, именно тебе сейчас показывают, что у тебя нет никакой связи с книгой, ты не можешь впечатлиться, ты не понимаешь ее, не чувствуешь ее, и то, что здесь происходит внутри текста, у тебя вообще нет никакой реакции на это, нету килим, инструментов, и ты находишься сейчас в таком состоянии, что ты знаешь, тебе некуда воспринимать. На что я восприму то, что витает в воздухе? Ба-ба-ба, мне диктор читает, а я не реагирую на это. Я даже не хочу слышать этих звуков. Ба-ба-ба, мне барабанит по перепонке, а за барабанную перепонку ничто не проникает, а изнутри я не знаю, вдруг я, если прежде, Яков, Эсав, правая, левая, лучше, хуже, больше пугает, более приятно, горько, сладко, что-то далеко, близко, а сегодня нет. Настолько вкус пыли, настолько я чувствую наоборот. Еще хуже, чем если бы просто мне читали некий на каком-то языке, но я не понимаю языка, но не понимаю, не понимаю, сижу, а здесь я не только не понимаю, я еще ненавижу, я не хочу. замечательно. Ты видишь, что ты находишься в выяснении, анализируешь, это на тебя действует. Из этого приходит вопрос, а каким образом я пойму внутри, прочувствую, что я обязан быть в этом, что значит в этом, в этом мире, это не только если ты проверишь, ты увидишь, это тебе не идет, чтобы ты понял разумом только, что тут происходит. Нет, ты хочешь, чтобы это как бы войти в это, говорится о некой картине, о некой реальность, о некой ситуации, а ты хочешь быть внутри этого действия и не знаешь, что происходит. вопрос. Как воспринять? Ответ очень простой. Все то, о чем говорит Зор, говорится о исправлении связи между нами, только вот эти исправления называются ступеньки духовных миров. мы между нами устанавливаем связь. Все больше, больше, больше. Этим мы строим малход мира Ацелут, малход мира бесконечности, Шхена, назови это как угодно. Все больше, 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 125, скажем, духовных ступеней. Я из этого прохожу все эти истории, о которых рассказывает Зор. Но что эти истории рассказывают мне, каким образом я аккумулирую свойства, чтобы установить связь со всеми, вплоть до последнего человека, просто вплоть до один становится один. Не более того. И я из этого прихожу к беспомощности еще большей. а как я объединюсь с ними? А где они? А хотят они, не хотят? Готовы? Нет. Относятся ко мне как? Я уже начинаю бояться. Я завишу от них. Это уже вещи более внутренние. Это хорошо. Что рекомендуете? Продолжаем. Агам, ну что ты хочешь? Агам, барьиха. Практически только отношения. А, я понимаю, поэтому ты хочешь что-то спросить. Ты уже получил отношения, все. Агам. Я вот просто смотрю на это приключение во время каждого урока, и иногда у меня получается иначе на каждом уроке. и я не понимаю, почему это происходит. И не хочу, и не могу это сравнивать ни с чем. Но получает, почему получается так, что перед каждым уроком взора я нахожусь в каком-то состоянии, и в каждом на уроке разное, и происходит некое такое, такой корабль мечется по морю, не то, что нечто единое, то, что мы все время делаем, что можно измерить, прочувствовать. Как все это объяснить, я не знаю. Я не знаю. Но так оно и будет, я надеюсь, что так, что каждый урок и между уроками мы получим такую встряску, очень хорошую каждый раз. А главное, что мы не будем знать, где находимся, не будем знать, что делать, не будем знать, за что ухватиться, с чем связать эти состояния. И вот так каждый раз будут вот такие, вот такая беспомощность. Вот это всегда признак того, что человек проходит изменения. если ты знаешь, если ты понимаешь, если ты чувствуешь, это не, это животное. Надеюсь, что так оно и продолжится еще больше. Мы говорили о том, что мы должны потерять фокусировку, чтобы увидеть нечто новое, концентрацию глаз. Это постепенно и происходит. Еще много сюрпризов нас ждет в пути, но должны привыкнуть к этому. Эли Винокур беседу недели две назад с Владом. Вы это определили как некую механизм, который едет или колесница. И чтобы не выпасть, надо держаться крепко за товарища. Не за колесницу, не за повозку, а вот за товарища. Против всего вы должны крепче взяться за товарищей. Я с ним говорил, с Владом не здесь, на уроке. Ну, вы видели, да? Ну, хорошо. Я смотрю... Нет, потому что всегда у нас есть злой начал. Он нам как бы дает возможность ухватиться... Ты знаешь, вот как такая поддержка в автобусе, поручни. Да, да, вот поручни в автобусе. Я спрашиваю Эль-Винокур. Проходят со мной и со всеми самые разные состояния. Непонятно, что такое ухватиться за товарищей. А мы набираем темп, и нас начинает трясти сильнее и сильнее. Что такое действительно? Непонятно. Не держаться за повозку, а держаться за товарищей. Это точно называется найти духовное. Я не могу это объяснить. держаться за товарищей или держаться за духовное, это одно и то же. Я говорю, что такое х, вы говорите у. А я не понимаю ни того, ни другого. Верно. Вот это ответ. Я не смеюсь, у меня нет другого ответа. Нет другого ответа. Ты должен разобраться, где это находится. Ты хочешь, чтобы я в твоих усилиях, в твоих знаниях, в твоих чувствах дал тебе сейчас вот это понятие. Делай так и так, или вот это, и вот это, а я могу только направить в чем-то, но не больше этого я не могу. Да. Я хочу спросить о подходе к Зоору. Я вижу, он чуть-чуть изменился. Если прежде надо было искать внутри что-то просто, это вернется, иногда так, иногда эдак. Это еще Зоор сама проделает с нами самые разные изменения. А что же правильно, когда мы читаем, искать объединение с товарищами точечно во всем, или искать где эти свойства во мне, вроде бы тут пока противоречия. Не знаю, посмотрим. Сейчас мы продолжим, увидим. Я не могу. И я тоже, когда работаю надзор, сам, никогда не определяю, куда я вхожу, каким образом я вхожу, я не знаю. Я каждый раз иду и хочу нового. Что нового, не важно что. не вхожу. Я могу доставить товарищу возможность держаться за товарищей. Допустим, сам я не знаю, как это сделать, но в своей заботе о других, как я правильно могу их поддержать, чтобы они не слетели с телеги. По какому примеру ты имеешь в виду вниз с ним? Каким-то внешним примером ты можешь это сделать. В основном это исходит из внутреннего желания, когда мы все связаны и там в этих внутренних каналах ты воздействуешь, там наше настоящее действие. Но кроме этого никогда не повредит придать этому некое внешнее выражение. Но в основном это мысли внутренние желания. Я хочу, чтобы мы были связаны вместе, я чувствую в них просто зависимость. Ну что тут? Если я буду чувствовать духовное только от того, что я зависим от них. На этом все, что еще можно сказать? Я бессознателен и только они меня могут привести оживить. зор нам это показывает очень ясно. И будем надеяться, что это даст нам внутреннее напряжение, достигающее крика, когда мы сможем реставрировать разбитое. как говорит Барсулам, исправить искаженное. Да, утренних уроков. Вы сказали, что мы думаем, что у нас внутри сердца есть необходимость к духовному, но это неверно. Эта ошибка приводит меня от мысли к группе. Я не могу понять себя сам. Я не понимаю, в какой связи это было сказано. Мне не кажется, это верным, то, что я тогда сказал. Или это половина фразы какой-то? Объясните все состояние, не вырезайте что-то из середины, потом еще сделайте из меня черт знаете, что такие страшные вещи могут получиться. Знаешь, вот так судят человека потом таким образом и казнят. Нет, вы говорили о мистике, вы говорили, что это тоже один из видов мистики. Мы изучали, что это за мистика и и вы сказали, что мы в сердце как бы в сердце думаем о духовном, это как мистика, без связи с товарищами. Тут просто написано, что тут может быть есть ошибка в нашем подходе, мы неправильно направляем наши усилия. вот я спрашиваю, как правильно направлять усилия. Истинная молитва раскрывается в то время, как изучается Тора. Так написано. Это не просто так я говорю. Бальсулам тоже об этом говорит. Что это значит? Зачем мне нужна Тора? чтобы молиться? Нет. Для того, чтобы тем самым, что ты пробуждаешь самый малый свет на себя, он тебе показывает верное желание, требование. И тогда возникает молитва. Иначе что, мне за бабушку молиться? Я молюсь о том, чем мне светит свет и показывает мне свое разбиение. Здесь я должен исправляться. Если я исправлю, в том мере и в том месте, в котором я должен исправить, там я почувствую сам свет. Там благодаря исправляющему свету во мне возникнет свет наполняющий, раскрывающий. поэтому мы изучаем зор, мы тем самым раскрываем место недостатка, короче говоря. Что он мне сейчас показывает своим текстом, зор? Он показывает мне, что у тебя здесь есть место, где я могу тебе раскрыться, но я не могу тебе раскрыться, потому что в тебе нет этого исправленного места. В этом наше ощущение сейчас такое. Что это за испорченное такое место, это связь между нами? Чуть-чуть объединитесь, и вы увидите, что я тут же раскроюсь. Текст станет ясным, вы тут же начнете различать все эти разговоры, все ощущения, которые в этой истории, все это вам раскроется. И мы видим сейчас, насколько чтение вместе святой книги приводит нас к раскрытию верного желания. И сейчас нужно продолжать дальше прорабатывать, отрабатывать эту методику больше вместе, более скомпрессировано. Это очень важно, когда каждый будет чувствовать и понимать немного, что мы приближаемся к обнаружению проблемы. И тогда эти чувства, эти необходимости мои, наши личные объединятся в единую необходимость, это называется общей молитвой. и тогда мы получим на нее ответ. Вот и все. Это то, что я надеюсь, что и произойдет. Моти. Моти. Мы уже месяц занимаемся зором, и вы решили, что мы достойны. И был какой-то трепет, вы были как-то беспокоены с этим. Я хочу спросить, вы по-прежнему беспокоены тем, что мы этим начали заниматься или уже нет? Тут есть несколько расчетов. Это не совсем уже относится к сегодняшнему моменту, но есть несколько расчетов, в связи с которыми я решил это начать. Во-первых, я хочу успеть до конца своей жизни дать каким-то образом всю науку кабала полноценным, совершенным образом, как средство, методику, клей, инструмент. И поэтому я хочу рассказать все то, что происходит с этим инструментом, с этим клей, как им пользоваться. И Зор он забирает несколько лет. Нужно перевести, провести группу через это. Настолько, насколько возможно, нужно дать такой вход, заход направления. Это первое. Второе, это то, что мы в нашем распространении относительно всего мира, скажем так, не можем продолжать прежним образом. Наступило время для мира, который теряет ориентацию, направление. И он уже это чувствует, и мы должны немножко, как бы это сказать, ускорить предотвратить предотвратить немножко, предотвратить это состояние, которое скоро раскроется в мире, как абсолютно беспомощное, мы должны быть уже на опережающем этапе по распространению, показав миру, что мы, что у нас есть особое средство. Это особое средство с одной стороны книга Зор и не так уж нуждается в рекламе, поскольку является известной книгой. Само название, само имя за себя говорит. Это первое, не так, как наука Кабала сама по себе. Это сочетание слов наука Кабала или Кабала, это пробуждает немного другие ощущения. Зор это другое. Кабала говорит, да фу, зачем, да что. А от зора есть какой-то респект, какое-то уважение, правда? Есть общее согласие, как будто объединяется вокруг этого слова. Да, и вообще по всему миру такое отношение. Кабале могут сказать много всего, но даже философы там ученые, прозор, так, нормально относятся. Это первое, это первое, другое. Все-таки наступило время, когда мы можем объяснить восприятие реальности, что является входом в духовное. Кабалисты это скрывают и скрывали это очень, очень. То, что по сути они давали некое простое решение. Объединяйтесь и придет вам исправление, мир придет в порядок, все будет нормально. И, возможно, вообще часть человечества, подход тоже сам по себе правильный, я не дай Бог не иду никак не противоречу тому, что они сказали и написали, но мне кажется, что объяснение о входе в новую реальность, восприятие нового, ощущение, оно может быть также нашим козырем. когда человек сегодня уже в чем-то готов принять, переварить то, что наше нахождение в реальности является односторонним, ограниченным, ложным, даже каким-то случайным. Если бы мы были построены иначе, устроены иначе, мы не знаем точно, где мы находимся, что это за мир, мир бесконечности, а кто же мы, что мы, это все можно объяснять различными образами и тогда давать человеку такую заманку, приманку. Ты можешь сейчас тоже увидеть реальность, проникнуть, как говорит Баль Сулам, как этот из маленькой редиски, как это маленький червячок выходит из редиски и видит новый мир. И вот при этом новом восприятии реальности ты выходишь как гусеница из этой редиски. Это очень хороший пример, почему бы этим не пользоваться. и наука тоже, и сам человек тоже. Будто есть условия, которых не было в нашем эгоистическом развитии, тоже мы не способны это уловить, что наше восприятие, оно ограничено, и мы можем его раскрыть, изменить, что наш мир случайный, очень и очень односторонний, мы видим всего лишь ограниченный маленький фрагмент общей реальности, как та самая гусеница в редиске. Но если мы просто так рассказываем об этих всех вещах без книги Зор, то это хорошо, ты можешь писать об этом статьи, большие рассказы, говорить об этом очень красиво, умно, но конкретно с чем ты приходишь к человеку и что ты ему можешь предложить. Книга Зор, она именно это и делает. Она раскрывает для тебя новую реальность. поэтому когда мы говорили и говорили о восприятии реальности в течение лет, я чувствовал, что да, мы способны таким образом войти. Я думаю, что это верный путь, потому что убедить нас прийти к объединению между нами это не пойдет, кроме как через Зор, и именно Зор, он на это настроен, на это воздействует. так это. Тут есть еще несколько доводов, почему мы к этому пришли, но в основном это из-за этого. Первое, имя Зор особое, без сопротивления ему, и второе, то, что мы пришли к раскрытию реальности. и как результат этого сама книга, которая работает над тебе, по тебе, она вынуждает правильно воздействовать хорошо. Но опять-таки тут есть большая проблема, и будем надеяться, что мы ее раскроем в нашей учебе, чтобы человек не углубился в заучения всякие, и даже то там, то сам, если мы будем на таких этапах, а это хэс, это так, это эдак, поднимается, опускается, это все нормально. Это тоже нужно. Между одним чувством и другим бывают умственные состояния, бывают такие состояния, такие состояния, но в конце конца взор принудит нас ощутить, что у тебя нет того, о чем тебе я рассказываю, и нет в тебе того, о чем я тебе говорю. Так он будет тебе говорить, указывать. Ты просто не слышишь то, что читаешь. Такое хорошенькое ощущение, хорошее просто закупоренность. Это очень хорошо. это по сути то, что нас строит. Это то, что нас растрясет, принудит. Все. Продолжим? Вы сказали, что можно решить эту проблему. С одной стороны, Йони Хайман видит, что есть некая модель, я понимаю, что это для меня, для каждого, и я как бы туда двигаюсь. А взор, я чувствую бессилие, отчань. У тебя теряешь модель. У тебя когда-то была модель духовного, а ты видишь сейчас, что эта модель рассыпается, исчезает, или что? Не точно. Я отчаиваюсь от того, что я представляю себе. У меня проблема. Вот то, что я представляю, неверно. Я как бы представить должен нечто иное. Ну хорошо, вопрос в чем? Вопрос как решить проблему. Я представляю вот этот путь, вот этот духовный, или я не могу этого достичь? Спрашивает Йоник Хайман. Я не знаю, что вы думаете. Я не вижу проблем. Я не вижу проблем. Если передо мной что-то, что надо решить, это не проблема. Если мне еще не понятно, мне, тоже не проблема. Так я выясняю, я не понимаю, что значит проблема. Ощущение, что я нахожусь в космосе и не могу ни руками, ни ногами ничего сделать, вот так нахожусь, тоже не проблема. Я знаю, это проходит. Так вот, таким образом, я продолжаю. В чем я продолжаю? Кто-то зовет, а я... Проходит. Вот так оно. Вы еще не привыкли? Все проходит. дружно. Хочу технически спросить о чтении. Правильно ли это читать так, как мы читаем ТС, или читать нужно как роман, потому что я не чувствую, что я читаю романы. Но сделать это более свободным чтением, потому что когда читают вот так с расстановкой каждое слово или более последовательно, более связно. И тогда он цитирует Зор. Такая интонация, которая созвучна моему внутреннему биоритму. Если ты читаешь для того, чтобы получить впечатление от текста, когда ты относишься к тексту как к какой-то морали, тот, кто не впечатляется от этого, тот так и так будет ему. Ты читаешь это и впечатляешь от чего-то внешнего. Если ты говоришь о свойстве, о злом начале, которое там что-то делает вот так, и так, я должен поставить перед ним Якова, Исава, и так далее, и так далее, ты должен за всеми этими словами перевести эти все слова в свойства, внутренние свойства. Это занимает время. И ты должен уже, тебе требуется уже не последовательное чтение, а тебе требуется пробел между словами. Если ты вместе с тем думаешь, где мне это найти в связи между душами, между товарищами, Якова, Исав, отдача получения между нами, здесь Немрот, Авраам, Ковчег, все вот это, тогда ты входишь еще глубже, и когда ты это связываешь уже взаимосвязями между душами, и разбиение было именно здесь, и здесь, тебе нужно время. Я не думаю, что чтение может быть быстрым, хотя ты прав в том, что у Рабаша мы читали это не быстро, как ты представил, но немножко быстрее, чем мы читаем здесь. но Рабаш не хотел комментировать, он не настаивал на том, смотри, мы это видим по Шамате, он сказал, не давай никому Шамате, потому что у них нет левой линии. Тебе есть больше, чем 100 человек, скажем, 40 из них твои родственники, я говорю о мужчинах, еще 40 хасидов, еще 40 учеников. Так была аудитория разделена. Хасиды это, они могут слушать, им не важно что. Родственники то же самое, но ученики, он говорил, не давай никому Шамате, потому что у них нет левой линии. Вы не понимаете, что он говорил, и поэтому это чувствуется и в зоре, как он передавал зор. Просто полчаса вечером раз и прочитали. Сверху арамейский, внизу иврит и домой. мы уже живем в другое время, учим Шамате, учим зор, как полагается. времени нет. Как вы читали Зова с рабашем? Ну, мы дойдем до этого. Не так, как сейчас.